И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Прекрасный стих на нашу сегодняшнюю тему, как брат Григорий Владимирович сказал, сегодня наше особенное служение, необычное служение, тогда, когда весь народ, христианский народ этой земли, этой страны согласился молиться, в посте и молитве предстать пред Господом с этой нуждою. Знаете, на протяжении всего истории израильского народа, когда народ вышел из Египта, пройдя этот путь, эту пустыню, 40 лет, придя в эту землю обитованную, много царей было у израильского народа, одни восставали, которые следовали за Господом, другие, которые, наоборот, уводили израильский народ от Господа, служа иным богам. И вот мы прочитаем историю об одном царе, имя его от царя Иосифат. В этой же книге про Липоменон, прочитаем в 20 главе, прочитаем из 20 главы книги про Липоменон, с 1 стиха, после этого, после некоторых событий, мавитяне и аманитяне, а с ними некоторые из страны Мавитской, пошли войною на Иосифата и пришли и донесли Иосифату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацаон Фамари, то есть Венгадди. И убоялся Иосифат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудейских. Пришли они умолять Господа. Когда Иосифат увидел, что он окружен врагами, и он понял, что он в большой беде, и он призвал израильский народ, всех иудеев, для того, чтобы молиться Господу, он понял, что он бессилен противостоять этому войску. Он не положился на своих воинов, на своих солдат, на оружие, которое у него было, может быть, на какое-то военное знание, но он призвал весь народ, и весь народ собрался, и они постились, и они молились. Дорогая церковь, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, которые с нами в прямом эфире, сегодняшняя наша страна, она нуждается в молитве, она нуждается в посте. Знаете, на той неделе я ехал на машине, впереди ехала другая машина, и у нее была такая наклейка, «Let's play, pray for America», «Давайте молиться Америке». Я подъехал и как раз остановился, и эта машина тоже остановилась. Вышел оттуда пенсионер. Я говорю, у вас хорошая наклейка, мне нравится. Он говорит, да, мы должны это делать. Я говорю, да, действительно, сейчас такое положение, что мы должны молиться особо о нашей стране, о той стране, в которую Господь нас некогда переселил. Смотря на события, которые окружают вокруг нас, смотря на вот эти дебаты, вот эти состыковки, которые происходят между двумя кандидатами, двумя президентами, двумя разными политическими разногласиями. Знаете, мне кажется, четыре года назад, когда были выборы президента, не было так тяжело. И не было таких вот, таких стычек и таких недопониманий, таких, можно сказать, даже небольших войн, когда происходят. Мы слышали, что на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, не помню, у кого-то перед домом стояла вывеска, люди, которые голосуют за Трампа, и противники, оппозиции, они даже подожгли этот дом или гараж, я не помню точно. Почему такая, вот такая ненависть, такое озлобление у народа? Мне родственники рассказывали, которые живут в Шарлоттной, в Сколорайне. Некоторое время назад у них в городе был такой небольшой парад, или как сказать, когда люди собрались на своих машинах, на своих джипах, сделали такие вывески, плакаты, флаг, что они голосуют за Трампа, ехали по городу. И знаете, оппозиция, другие люди, как они были озлоблены, как они на них ругались, плохими словами, инициативной лечью говорили на них, кидали в них всякие банки и всякое другое. Люди были злые, негодовали. Что сейчас происходит в нашей стране? Почему такое? А Господь говорит, и смирится народ мой, и взыщут лица моего. Знаете, для нас, христиан, это должно быть непросто. Мы должны равнодушно сидеть, сложа руки. А как будет, так и будет. Знаете, апостол Павел к Тимофею пишет такие слова. Во второй главе, первое послание Тимофею, вторая глава, первый, второй стих. Первый, второй и третий стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей, за всех начальствующих, да проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Молиться о царе, молиться о начальствующих, молиться за нашего президента. Мы не знаем, кого Бог поставит. Я думаю, каждый из нас, у нас есть желание, кто станет президентом. Хотелось бы, чтобы стал тот человек, который мог бы вести народ, может быть, не именно к Богу, но хотя бы не уводить от Бога. Вот эти законы, которые пытаются узаконить однополые браки, аборты и всякое такое другое, это уводят от Бога. Это подобно тому, когда восставали те цари, которые поклонялись другим богам, которые уводили израильский народ от Бога. Не происходит ли это сейчас? Будем молиться о том, чтобы Бог поставил того человека, который управлял бы этой страной, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, у нас есть прекрасная возможность. Мы не будем говорить много, мы будем молиться много. Хотелось бы, чтобы многие из нас в кратких молитвах могли обратиться к Господу, чтобы Господь ввел милость свою и ввел свою милость к этому народу, к этой стране, в которой мы с вами живем, чтобы Он поставил того человека, которого Он усматривает, чтобы этот человек мог вести эту страну, чтобы дал Бог мудрости, президенту управлять этой страной, чтобы Бог дал мудрости, говермент, который управляет этой страной, принимать правильные решения. У нас есть прекрасная возможность склониться. Дорогие братья и сестры, давайте не будем у нас долгие, длинные молитвы, будут краткие молитвы, но как можно больше будем молиться, дабы Господь услышал молитву и исцелил землю нашу. Аминь. Склонимся для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok